Доброе утречко! Я уже третий день подряд, говорящая голова и говорит она все время об ароматах. Ну вот как-то прорвало плотину, хочется об этом поговорить, потому что давненько-давненько этим не занималась. И сегодня тема опять заказанная вами о свеже-сладких ароматах. Это направление, которое мне особенно нравится. И наверное здесь я могу просто бесконечно нахваливать все, потому что сама люблю, чтобы была и свежесть такая, и в то же время легкая сладость. Сегодня без кислинки будем рассматривать варианты, потому что есть очень много духов с кислинкой на эту тему. Ну сегодня возьмем вот такое свеже-сладкое направление. Даже у меня тут есть таких два немножко пудровых аромата, чуть-чуть, но почему-то я их тоже отнесла сюда. И это лишь какая-то часть, которая вот мне первая попалась на глаза. Я не знаю, если понравится, будем снимать вторую часть, потому что таких ароматов у меня множество. Итак, чтобы не откладывать слишком рассказ, время у нас как всегда ограничено примерно получасом. Так работает мой фотоаппарат. Я могла бы часами, наверное, вам болтать, но сегодня надо по многим причинам сократить. Хотя бы потому, что на мне вот такие красивые клипсы, но они сильно давят на ухо. За полчаса оно у меня отвалится, наверное. Начинаем! Об ароматах приветствую вас, мои любимые парфюмерные маньячки-маньяки и хомячки! И мой так просто какой-то маньяк-хомячок тоже, как и его хозяйка, натащил себе в норку всякого парфюмерного. Начну с аромата, который был достаточно давно приобретен. И вот я не знаю, почему я им не пользуюсь. Он, в общем-то, очень хорош. Так, сейчас мне надо как-то, наверное, по центру, чтобы что там будет видно, там будет видна картина, на фоне чего буду показывать ароматы. Как всегда у нас пасмурный день, суббота, но освещение хорошее, солнца нет, у лица ничего не светит, так что я вас хорошо вижу. Миссони, аромат Миссони. Я сегодня даже подготовилась немножко, выписала тут кое-что об ароматах, чтобы было интереснее. Не все же мое только мнение вам рассказывать. 2015 года. На первом месте груша. Когда я его покупала, я еще не знала, что груша мне так нравится в ароматах. Теперь я знаю, что если в аромате груши, я почти наверняка могу им очароваться. Ну вот, наверное, где-то в 2015 году я его и купила, когда он только вышел. Ну, в общем, не так давно, 5 лет назад, прекрасно сохранился. Там у нас еще пергамот, лимон, жасмин, пион. Все такое вот замечательное, вкусное, все, что полагается. Во всех этих цветочных ароматах, таких, или фруктовых ароматах, кстати, чаще всего, вот свежесладкие, они будут и фрукты, и цветы включать в себя. Потому что это и дает вот то самое, такое облачко замечательное. Сандал, бобытон, камбраксан. В общем, очень позитивный, такая фруктовая сладость. Но в то же время нельзя сказать, что вот он такой слепательно сладкий. В нем есть и эта свежесть за счет пиона. Вот везде, где пион, он будет давать хорошую такую свежесть. Иногда, может быть, даже кислинку. Прекрасный аромат, и надо вообще его доставать, им пользоваться. Не знаю, почему я такая. Такая вот, наверное, потому что слишком много ароматов, и до всех руки не доходят. И флакончик такой замечательный, красивый. В общем, могу посоветовать. И, кстати, недорогой. У меня сегодня будут ароматы в основном, да, в общем, в основном. И полностью или люкс, или даже более бюджетные. Поэтому все это вполне доступно. Так, что у нас дальше? Очень понравились в свое время, и были они не такие дорогие. Сейчас почему-то цены подскочили. Как-то на них разные ароматы Виктории и Сикрет. Ну, конкретно этот Love. Я показываю флакончики, потому что никогда не пишу под видео название всех ароматов. Я супер-пупер-лентяйка. Так, они все, вот примерно, их, наверное, почти все можно отнести к чему-то такому свежесладкому. Но, безусловно, они все сладкие. Где-то больше свежести, где-то меньше, как и в сегодняшних ароматах будет. Ну, прелестно совершенно. Что у нас там есть? Как это ни странно, когда смотрела состав, ну, мне хотелось посмотреть, что же вот там такое приятное. Очень приятственное. Оказалось, что первой ноте можжевельник. Ну, ничего такого нету, чтобы говорила о том, что там есть можжевельник. Зато в середине у нас нота сердца абрикосы, абрикосовый цвет. Вот, кстати, абрикосы и персики, они тоже замечательные. Кто-то меня спрашивал про персики. Вот не знаю, чем персики от абрикосов отличаются в ароматах. Слаще ли какие-то или кислее. Ну, вот, по крайней мере, вам один из ароматов, кто хотел абрикосы или персики. И цветок хлопка. Цветок хлопка, вот, он, наверное, дает такую прелестную нежность. Может быть, даже легкую пудровость. И он хорош необычайно. Я вспомнила, что с цветком хлопка есть еще один аромат, который мне очень нравится. Он у меня даже стоит в прихожей. Я им сейчас частенько пользуюсь. Это арифлэмовский аромат. Сейчас покажу. Название там будет плохо видно. Поэтому, очевидно, попытаюсь воспроизвести как-то неправильно. Минакет Тру. Вот, все, что я смогла вам изобразить, не зная английского. Вот такой аромат. Здесь тоже, кстати, тоже 2015 года, очевидно, в тех годах было это самое принято. Что-то вот такое тогда считалось продвинутым и хорошим. Он мне даже, собственно говоря, больше нравится Виктория Сикрет. Хотя и стоит и дешевле намного. Я только не знаю, есть ли он сейчас. Кстати говоря, не снят ли он. Ну, возможно, и есть. Прелестнейшее совершенно. Там у нас бергамот, яблоневый цвет, который вот здесь довольно так ярко чувствуется. Яблоневый цвет. Отличий. Но кислинки здесь нету никакой. В середине также абрикос, между прочим. И роза. И цветок хлопка. И сандал в нотах базы. Вот он дает вот эту легкую, такую какую-то... У меня с цветками хлопка связаны очень приятные детские воспоминания. Ну, я сомневаюсь, что там пахло именно так. Но это было большое приключение, когда моя мама работала на текстильной фабрике. Она работала в отделе, который назывался АХО, Администрация хозяйственного отдела. И они там заказывали хлопок, там заказывали бирки для полотенец, потому что производили махровые полотенца из хлопка, кстати, очень хорошего качества. И весь завод был, фабрика завалена вот этими большими тюками с хлопком, перетянутыми стальными лентами. И они складировались, и получались такие горы, по которым я очень любила ползать в детстве. Меня за это страшно ругали. Вообще хорошо, что никто не видел, чем я занималась там в детстве, когда приходила к маме в гости на фабрику. Потому что эти ленты бывало, что лопались, и там даже, по-моему, кого-то травмировало или убило какого-то человека. Вот я там по этим хлопковым тюкам, и вот, наверное, у меня что-то осталось в памяти, какие-то запахи вот эти. Поэтому я к этому аромату с особенной нежностью отношусь. Ну, он мне нравится, он приятный, он такой, ну, он, конечно, девчачий, легкий такой очень, но приятно невозможно. А почему, собственно говоря, мы не можем девчачьими ароматами пользоваться? Почему, если мне там далеко за 50, мне надо какую-нибудь тяжелую артиллерию, чтобы все знали, что мне далеко за 50? Так, еще один такой же, наверное, можно сказать, чуть-чуть пудровый. Может быть, надо было отдельно про пудровый, но так получилось. Он мне попался на глаза, тоже розовенький. Huga Boss Mavi. Один из первых, потому что потом были какие-то версии, там разные черные и какие-то еще. Тоже где-то 2014 год. В первых нотках цветы кактуса. Я сейчас буду опять потихонечку на себя все наносить. Хорошо, моя собачка сегодня ушла от меня подальше. Она прям как чувствовала. Здесь немножко больше кислиночки, чуть-чуть. Здесь фрезия есть, роза. Какие-то древесные нотки. Ну, вот, наверное, основа это цветы кактуса. И это такой офисный, беспроигрышный, приятный вариант легкий. Не скажу, что я бы его узнала, если бы мне устроили слепой затест. В нем никакой такой особой индивидуальности нету, необыкновенной. Но вот из серии чем-то освежиться приятно, он вполне подойдет. В нем капельку больше кислиночки. Изумительный совершенно аромат, который я приобрела не так давно. Видите, даже есть коробочку, остальных уже коробочек нет. Jimmy Choo Floral. Туалетная вода почему приобрела? Потому что, когда я читала отзывы на фрагрантике, там было написано, что он похож на экс-нихило флер-наркотик. Ну, тот аромат, который, за которым я, так сказать, по которому я сохну. Ничего подобного. Как до Китая, до этого флер-наркотика. Но сам по себе он прекрасен. Танжерин, бергамот, нектарин, магнолия, сладкий горошек, кто любит. Вот здесь сладкий горошек, довольно явственно чувствуется. Апельсиновый цвет мой любимый. Мускус, абраксан, древесные ноты. Вот он свежий, фруктовый. Это просто, можно сказать, его на первое место можно поставить. Потому что вот он свежий, сладкий. Приятнейший такой цветочно-фруктовый, летний, замечательный. Я не знаю, как его еще нахвалить. Вот. Всем советую. Тоже, кстати, не очень дорогой. Особенно, если там, может быть, на сайтах интернет-магазинах смотреть, это вообще будет прелесть такая по цене. Что еще? Чем еще вас порадовать? Давайте совсем чем-то бюджетным и почти использованным. Наверное, многие узнают, кто с Reflame имеет дело. Это Loi Valley Garden, который уже снят. Почему это сделано? Не знаю, потому что вышли следующие какие-то, но они не настолько хороши. Там есть My Little Garden, более зеленый и с таким явственным ландышем. А вот этот, мне всегда казалось, что это вот как раз грушевый вариант. Типа груша с молоком. Но я тут добралась до состава, почитала, и груши там нет. Что меня удивило. Гранат, ревень, зеленые ноты, гелиотропион, молоко, мускус, сандал, орхидея. Ну, возможно, молоко в сочетании с ревенем, зелеными нотами, дает вот это ощущение какой-то приятной груши. Тоже сладковато, такой свежий. Какая-то вот нотка. Ну, я говорю, все в сочетании ноток, конечно. Наверное, не сама нотка, а вот это сочетание какое-то. Оно дает вот что-то такое восхитительное, что мне нравится. И я им обливаюсь просто с головы да нога. Мне, к счастью, есть запасная бутылочка. Так что какое-то время мне еще его хватит. Ну, потом вот, когда останется примерно столько, оставлю просто как память об аромате, с которым у меня была такая большая дружба. Потому что, на самом деле, это уже не первая опустошенная бутылочка. Он очень хорош для меня. Далее. По списку. Хорошо, я вот как-то подготовилась, я все так разложила. И теперь вот правильно вам все рассказываю. Уж уже! А-а-а! Нет, не могу. Все-таки есть у меня какие-то клипсы, в которых я могу находиться какое-то время. А в эти, по-моему, у меня сейчас прямо дырки остались в ушах. Ну, красиво было! Согласитесь. Когда я вообще рискну проколоть? Никогда. Я как-то ко всем операциям на своем лице отношусь очень-очень со страхом, с напрягом. Хотя, конечно, это красиво. Результат красив. Красота требует жертв. Еще один аромат, который у меня давно-давно, и тоже покупалась уже вторая бутылочка. Вот что удивительно, при всем том большом количестве ароматов, которые у меня есть, если мне что-то нравится, я, конечно, бесконечно обновляю. Хотя и пользоваться, и пользоваться просто литры и литры всего есть. Это Прада Канди, но со словом флоралая. И вот это сочетание, правда, вы все, наверное, знаете, вот эти серии Канди, они конфетные, они сладкие, присладкие. Но когда флоралы, это значит, туда добавлено что-то еще такое более приятно. И вот это сочетание мне зацепило и понравилось. Сейчас я уже немножко наелась, наверное, этим ароматом. Уже я его не так часто использую, но, тем не менее, видите, большая бутылочка была. И это вторая, по-моему, или третья, которую я успела. Сейчас еще нанесу и попробую понять, что меня там зацепило. Здесь есть немножечко кислинка, потому что в верхних нотах сорбет лимончелло. Ну, лимончелло, понятное дело, да, он должен кислить хоть как-то. Ой, какая вкуснятина! И цветок пиона есть в середине. Вот это все дает вот эту сладость. Карамель и мед, ноты базы. Карамель и мед. И вот тоже идеальный свеже-сладкий вариант. Если хотите чего-то вот такого свеже-сладкого, ищите какую-нибудь карамель в нотах базы и какой-нибудь пион в нотах сердца. Здесь все это есть. Чем-то напоминает Деровский мисс Блуминг Букет. Ну, где-то так, в этом направлении. Не скажу прямо один в один. Там как-то больше пиона, меньше карамели. Но вот хорош, он мне в свое время так понравился. Он такой уютный, приятный. Про эти рахматы довольно сложно рассказать как-то. Сложно про них рассказать сложно. Повторюсь. Потому что они очень позитивные, очень легкие, очень создающие такое вот летящее настроение, летящей походкой. Я вышел там из мая или откуда. Ну, в общем, вот они такие, которые дают тебе возможность двигаться, чувствовать себя жизнерадостным, чувствовать себя на взлете, на крыльях расправленных, что мне кажется неплохо. Очень позитивные все вот эти ароматы свеже-сладкие. Ну, это, конечно, мое мнение. Может быть, у вас совершенно другое. Еще один аромат тоже с сорбетом. Покажу. Он не совсем свеже-сладкий. Он немножко, ну, для меня оказался не совсем понятным. Вот такой вот аромат Донны Коран. Какая-то лимитированная версия. Делишес и кул чего-то там свирл. Ох! Наверное, все, кто знает английский язык, просто сейчас ухахатываются и веселятся. Ну, можно опознать по флакончику, который условно назовем яблочком. Хотя, конечно, какое-то яблочко, непонятно что. Зеленая крышечка и такое довольно темно-желтое содержимое. Там их так много на сайте, когда я смотрела, пыталась найти его, долго искала, но нашла. Поэтому могу сказать, что там в составе. И понимаю, почему он оказался такой не самый удачный. Потому что намешали здесь всего, и микс оказался такой весьма сомнительный. Что у нас здесь есть? У нас есть черника, лист фиалки, кокосовый нектар, магнолия, жасмин, сорбет, фисташки. Ну, то есть, кажется, уже должно быть что-то вкусное такое, вот гурманское должно быть. Гелиотроп, мускус почули. Но, очевидно, вот, когда намешали все в таком количестве, в такой последовательности количестве, оно немножко спуталось. Оно немножко как-то вот был бы сильнее лист фиалки, может быть, было бы больше свежести, было бы больше вот этого сорбета и фисташек, он был бы какой-то такой гурманский. Ну, в результате я его, конечно, отнесла к сегодняшнему, так сказать, к сегодняшним ароматам. Но вот теперь думаю, что, наверное, все-таки он сюда не сильно вписывается, потому что он и не свежий, и не сладкий. Ну, довольно странный, интересный, ну, может и понравится. Но в этой серии, кстати говоря, я думаю, что есть очень много ароматов. Я еще сейчас, по-моему, один как раз заказала. Жду. Там как раз будет много всякого яблочка, много кислинки, много свежести, поэтому надеюсь, что что-то все-таки будет то, что меня устроит из серии этих ароматов. А вот теперь о настоящем яблочке и о серии настоящих яблочек. Вот оно даже будет так выглядеть. Вот хочу красное яблочко, кстати говоря. Я почитала, что оно первое классическое, красивое. Ой, так, это я пяткой стукнулась об столик. Ну, у меня не первая версия яблочка. У меня уже какая-то довольно-таки старенькая, в смысле по возрасту. То есть не так давно она была выпущена, буквально, может, пару лет назад. Это луна, но со словом еще лес гурмандис. Короче, луна, но сладостная и вкусная. И здесь у нас опять на первых местах у нас груша моя любимая, грибфрут, кокосовое молоко, пион, карамель и сандал. Вот это уже как-то более грамотно составлено, очень красиво, такой приятнейший повседневный аромат. Вот свежесладенький тоже, замечательный. Саму луну я тоже тестировала, по-моему, она мне как-то меньше понравилась. А здесь хотелось именно благодаря тому, что вот еще дополнительная сладость есть. Ну и сам флакончик. Смотрите, какая прелесть. Конечно, яблочко это и есть яблочко. Сразу чувствуешь себя отчасти Евой, которая предлагает Адаму. Такое искушение. Не знаю, искусился бы ли он. Я себе ему предложила не настоящее яблоко, которое можно скушать, аромат, которым можно подушиться. Ну, не знаю. Далее. Идем дальше. И дальше мой любимчик. И это просто... Я не могла о нем не рассказать, хотя он, конечно, больше сладкий, чем свежий. Но, тем не менее, Валентина Донна со словом Аква. Именно на этом аромате у меня случилась любовь с этим брендом. Остальные ароматы как-то у меня там никак. А этот просто любовь-любовь. Почему? Потому что, опять-таки, груша в первых нотах и миндаль. И сочетание груши и миндаля, это так оказалось вкусно. Так сладостно, приятно. Жасмин и франжипани, там ноты сердца, я их не чувствую никак. И сандалы боярышник, ноты базы. Но для меня вот главное, конечно, груша и миндаль. И, смотрите, какой просто волшебный флакончик. Сейчас было бы неплохо немножко солнца, которое посветило бы сквозь облака. И блики бы такие сверкали бы на вот этих поверхностях. Вообще, конечно, флаконы просто сказка и мечта. Кстати говоря, тоже снят с производства или снимается. Поэтому, если он кому-то там нравился, нравится, или кто-то хочет его попробовать, ищите где-то еще на сайтах, интернет-магазинах его можно купить. И я взяла себе еще дополнительно сотку, помимо вот этого, потому что это любовь на всю жизнь. У меня в любую погоду, в любое время года я его просто люблю, обожаю, без него никак. Я не могу не нанести его на себя в больших количествах. Все. Ой, какой чудный аромат. Так, далее. Пушерон. Аромат называется Кватра. После этого выходили еще варианты. Это был самый первый. Самый первый. Тоже 15-го года. Тоже грибфрут, лимон, апельсин. Верхние нотки сразу дают нам такую свежесть приятную. Танжерин, яблоко, персик, роза, клубника, карамель, ваниль, мускус. Ну, для такого состава, особенно с карамелью в базе, он бы мог быть, конечно, немножко понасыщеннее, послаще, повкуснее. Но я помню, что мне тогда очень понравился. И, в общем, нравится и сейчас, хотя уже, ну, таких ах и ох нет, но, как вариант, свежесладкого аромата, недорогого, кстати говоря, если брать 30-очку и брать в интернет-магазине, он вполне вам тоже подойдет. Еще один мой любимчик, Булгари, Омнива, Параиба. Вот именно такого он будет зелено-бирюзового цвета, потому что это тропики-тропики и первые нотки там маракуя, а маракуя, наверное, теперь я понимаю, мне нравится не меньше, чем груша. Маракуя, горький апельсин, страстоцвет, гордыни, ветир, какао. Вот, какао, не скажу, что прямо, оно здесь явственно выражено, потому что, если есть какао, то оно всегда явственно выражено. Но вот он как-то слился, вот все это одновременно смешалось в какой-то потрясающий коктейль тропический, и он очень красив, и в нем есть какие-то такие нотки, которые меня цепляют, и я от них тоже совершенно в восторге, и я буду всегда его, когда он будет заканчиваться, буду всегда его возобновлять до тех пор, пока не снимут с производства. Очень уж он как-то вот, мне с ним хорошо, я его долго чувствую. Обычно другие вот свежесладкие ароматы, кроме, может быть, Валентины Донны Аква, почему я тоже люблю, как-то быстро с меня слетает, а вот этот прямо поет песню рядом со мной долгое время. Поэтому люблю. Из серии ароматов, где можно найти тоже свежесладкие, это серия Джуси Кутюр, и там их множество, конечно, там больше сладких, чем свежих, но есть и такие довольно-таки прохладные. Это был самый первый, Джуси Кутюр, Джуси Кутюр он так и называется, выпущен был в 2009 году. Чем он был мне интересен? Тем, что здесь мандарин, африканский апельсиновый цвет, я люблю африканский апельсиновый цвет, грибфрут, опять же, мой любимый, который тоже дает такую приятную всегда кислиночку, жасмин, джимл и сливы, мне показалось интересно это сочетание в нотах сердца, и амбра, ваниль и сандал, которые дают сладость. Что-то, мне кажется, что что-то все-таки со мной не состыковалось, потому что попробовала его разнашивать, и где-то, опять же, сочетание каких-то ноток как-то не вызывает желания его лишний раз на себя нанести, но это вот мое восприятие. А в целом эти ароматы, конечно, безусловно, тоже достойны внимания, во-первых, потому что они довольно бюджетные, они сладкие, приятные, и отзывы посторонних людей на них положительные, прямо скажем. Ну, вот у меня как-то не сдружилось, не знаю, что с ним делать, надо кому-нибудь подарить, поменяться, и точно так же, какое-то у меня было огорчение вчера, когда я искала, вспомнила про линейку ароматов Сальваторе Феррагамо, и конкретно вот такой Инканто Шайн, был мой любимый когда-то раньше, вот он тоже свежесладкий был, сейчас я там уже не помню, что там в составе было, мне даже кажется, что он у меня испортился, вот это, я уже его и так, и сяк пробовала, но какая-то вот такая, даже не спиртовая нотка какая-то, которая дает понять о том, что что-то случилось с ароматом, хотя хранился правильно, не знаю тоже, что с ним делать, может быть, у меня восприятие настолько поменялось, и сравнить как бы неищемо, в магазинах я их тоже не видела, только в интернет-магазинах, ну, в общем, вот такая вот печалька, такое иногда бывает, ну, куда же от этого денешься, как понять, испортился он или просто поменялось у меня восприятие, я не знаю, надо просто найти еще точно такой же где-то, попробовать и знать. И один из моих любимчиков, напоследок, марка Джоб, называется «Все о Еве» название, такая маленькая, приятная, тоже чем-то похожа на яблочко, и это яблочко, такое же сладкое, только намного дешевле, чем вот я вам показывала танец со стрекозами, который тоже яблочный такой, с корицей вкусный, а здесь, ну, может быть, без корицы, просто сладкое яблоко, но очень ароматное, очень приятное, и как-то вот на мне тоже замечательно, совершенно ложится, и я с удовольствием его готова вдыхать и вдыхать, и я уже использовала один флакончик, и вот это, так сказать, второй, ну, пока почти не использованный, потому что сейчас есть много всякого разного другого интересного, тем не менее, могу вам порекомендовать всем, кому нравится сладкое яблочко, там даже, наверное, кислинки нет, я вот не посмотрела состав, что там еще есть, но вот по восприятию, это именно приятнейшее сладкое яблочко, такое типа вот сорта ранетка, или я не знаю, какие у нас есть сладкие, вкусные сорта, и ароматные, и вот как для меня, так не химозная совершенно, вполне натуралистичная, вот такой вот аромат, случайно на него наткнулась, наверное, тоже почитала состав, почитала отзывы, и решила, что стоит попробовать, покупка была вслепой, и она удалась, ну, многие ароматы, которые нет, никак не представлены в магазинах, ты можешь только вот таким образом, читая чьи-то отзывы, и пытаясь понять, подойдет ли тебе вот это сочетание ноток, и как-то после этого заказываешь, иногда это бывает любовь на всю жизнь, иногда это бывает, ой, зачем я это сделал, ну, это процесс, наверное, неизбежный для любого парфманяка, потому что мы все любопытные, и хотим все попробовать, и те ароматы, которые есть, ну, вот сейчас более такие дорогие, шикарные, их можно, да, как-то заказать, вот эти от Леванта, там в группе наших парфманьячик, рижских попробовать, а вот те, которые дешевые, ну, чаще всего и нигде попробовать, в общем, процесс бесконечный, и рассказывать о нем можно, и рассказывать, и рассказывать, и рассказывать, потому что это всегда интересно, это всегда какие-то новые открытия, это всегда столько впечатлений, столько ощущений, столько эмоций ты получаешь от всего этого, поэтому, надеюсь, я вас зарядила на этот выходной день, куча эмоций положительных, и интерес пробудила, и вы теперь все пойдете гулять, и где-то пройдете мимо какого-то парфюмерного магазинчика, и что-то там себе найдете очень красивое, вкусное, женственное, свеже-сладкое. На этом я с вами прощаюсь, всего хорошего, до новых встреч, пока-пока!